Мегаполис 89,5 FM представляет. Авторская программа Екатерины Андреевой. Секреты инвестиций. Налоги, инвестиции, фондовые рынки, финансовые риски и личные сбережения. Все о том, как сохранить и приумножить ваши деньги. Всем привет, меня зовут Екатерина Андреева, я вице-президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. И сегодня у меня в гостях потрясающий спикер Евгений Коган, президент инвестиционной группы «Московские партнеры». Мы будем говорить об инвестициях, о ваших деньгах, о жизни и есть ли жизнь вообще без инвестиций. Евгений является человеком, который для меня просто столб, на котором стоит фондовый рынок Российской Федерации. Евгений на рынке с 90-го года был советником в Юнионбанк Израиля, был одним из основателей компании «Антанта Капитал», сооснователем компании «Третий Рим». Сейчас он профессор высшей школы экономики и президент инвестиционной группы «Московские партнеры». Евгений, добрый вечер. Есть ли вообще жизнь без инвестиций у нас? Катюша, вы знаете, жизнь без инвестиций, как выясняется, есть. Более того… Правда? Где? Расскажите мне, я потому что… А вы знаете, мне мои ближайшие все родственники так и говорят. У тебя, говорит, совесть есть. Ты, говорит, иногда можешь подумать о том, что можно жить и без инвестиций, а просто жить по-человечески. Просто жить без… Не инвестировать деньги ни свои, ни чужие. Да вопрос не в том. Понимаете, это вопрос не в инвестировании, это образ жизни. Это постоянно должен быть ин. Ты должен знать, что происходит в мире, что происходит с долларом, с евро. Ты должен понимать, какие тренды. Ты должен понимать, куда ушло золото, куда ушла нефть, от чего вдруг эта медь падает, почему Трамп сказал, и там еще что-то произошло. Ты всегда ин, если ты не ин, ты аут. Это состояние души. А вы спите вообще нормально по ночам? Вы знаете, я пытаюсь это делать, иногда получается, но потом вскакиваю, у меня приходит гениальная или не очень идея, я пишу тут же пост в своем канале и потом ложусь спать дальше. Ну и как вы себя чувствуете в таком ритме столько лет с 90-го года? Вы знаете, это для меня самого очень большой вопрос. То есть, с одной стороны, я как-то себя чувствую, с другой стороны, я не понимаю, когда нужно отдыхать. А вы знаете, отдыхать, это вообще непонятно, что это такое. Потому что, например, вот я скачу на лошади, я люблю скакать на лошадях. Ой, слушайте, я к МС по конному спорту. Мы сейчас немножко поговорим между собой в эфире, хорошо? Потому что мы до этого не затрагивали эту тему. Ой, это сумасшедшая тема. Да, это сумасшедшая тема. Так вот, скачешь в карьер, и вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что надо было ВДС, например, покупать. Что ж я такой идиот? Или там вот эта бумага точно выросла, что ж я ее не продал? И знаете, эта мысль тебя осеняет, и терзаешь бедного коня, потому что он во всем виноват. Естественно, кто подвернулся, тот и виноват в данном моменте. Вы давно так на рынке. Скажите, вот какие изменения кардинальные в индустрии произошли с 90-го года? Все же меняются времена правителей, ставки? И трава стала не такая зеленая. Нет, трава, как была зеленая, так осталась. Смотрите, если говорить серьезно, то рынок, конечно, очень сильно изменился. Из буйного, совершенно несформатированного, нечеткого рынка мы перешли в состояние в 2000-х годах достаточно интересному, бурлящему рынку. И в нынешней, короче говоря, ситуации мы в том рынке, где, по сути, уже рынка, к сожалению, нет. То есть рынок России... Так, не расстраивайте наши случаи. Мы собрались поговорить о том, как деньги заработать у нас на фондовый рынок. Они дают потрясающую доходность, и достаточно ликвидные, и там и 8, и 9, и 10, иногда 12 годовых. Можно заработать, все классно. Рынок акций, вот с ним сложнее. О том, каким образом вам заработать на долговом российском рынке и на рынке российских акций, мы поговорим немного позже, после перерыва. Секреты инвестиций с Екатериной Андреевой на Мегаполис.фм Всем привет, меня зовут Екатерина Андреева. В эфире программа «Секреты инвестиций». В гостях у меня президент инвестиционной группы «Московские партнеры». Один из людей, которых я с радостью могу представить вам как отца основателя российского фондового рынка Евгений Коган. Евгений, мы обсудили в предыдущем блоке, как поменялся фондовый рынок Российской Федерации. А кто сейчас ваши клиенты и какие услуги востребованы? Ну, вы знаете, клиентов достаточно много. Во-первых, у вас требовано, как ни странно, доверительное управление. У людей есть деньги, люди понимают, что... Ну, и не хотят заморачиваться сами, да? Ну, в основном, да. Люди говорят, мы готовы доверять профессионалу, профессионалам. Скажите, что нам делать, как правильно структурировать инвестиции? Это сегодня самое, пожалуй, важное. Даже важно не то, что ты делаешь, а важно как. Как ты структурируешь, чтобы потом не было мучительно больно. Так вот, мы занимаемся вот этим консалтингом по этим вопросам. Дальше мы стараемся понять, чего нужно конкретному человеку. То ли это консервативный инвестор, то ли он хочет заработать. Рынки предоставляют, особенно мировые рынки, предоставляют любые возможности. И заработать, и поспекулировать, и сохранить. Вот, слушайте, российский долговой рынок, он обалденный. Он чудный, да? Он чудесный, в нем есть много всего. Есть джанки, и всякие компании. Так, джанки давайте расшифруем для людей. А, извините, есть компании, которые позволяют, так сказать, получить доходность. Да, это высокий риск, но часто этот риск, кстати, не реализуется. Я не хочу сказать, что это всегда... Он не настолько прозрачный, да, для большинства инвесторов. Ну, там есть разные компании, но они могут давать и 12, и 15 годовых в рублях. Это существенно выше, друзья мои, доходности по банковским депозитам в Российской Федерации. Да, конечно, но тут надо понимать и риски, и ликвидность, и так далее. Но абсолютно надежные, хорошие корпорации с низкой долговой нагрузкой. Возможно, хорошо понятные тому инвестору, который в них инвестирует. Ну, я вам приведу простой пример. Сейчас бумаги Уралкали, они такие уже длинные, дают порядка 9, чуть больше 9% доходности. Длинные, это сколько? Ну, длинные бумаги, это лет на 10, на 8. Срок выплаты по ним наступает через 8-10 лет. Да, но купоны-то платятся каждый год, поэтому тут все нормально. Купоны, друзья, это доходы, которые вы получаете от того, что даете в долг свои денежки. Ну, слава богу, меня Катя же перевела. Я перевожу, да, у меня работа такая. Да. Так вот, есть сегодня бумаги, которые позволяют иметь очень неплохую доходность, являясь абсолютно ликвидными. Но, в конце концов, для очень консервативного инвестора есть всегда госбумаги. Они сегодня дают... УФЗ. УФЗшки, да. Облигации федерального займа. Да, они дают сегодня порядка 8, чуть меньше процентов годовых. Кстати, на днях давали больше, но выросли в цене, поэтому доходности немножко снизились. Вот. Абсолютно надежные бумаги, ликвидные очень, то есть любой момент можно на практически безграничную сумму купить, продать. Ну, в ограниченных пределах, конечно, но тем не менее. Вот. И если я задаю себе вопрос, что лучше, депозит в банке, который, ну, ты закрываешь деньги, он не ликвиден и так далее, и ставки ниже, либо ОФЗ, естественно, ответ очевиден. Это ОФЗ. Это колебания, ну, так не берите длинные, берите бумаги, там, двухлетние погашения, там, трехлетние до погашения максимум. И это хороший рынок, я очень рекомендую. Мои родители недавно. Присмотреться внимательно к этому рынку. Да, конечно. И не только присмотреться, но и довольно серьезно присмотреться. И проконсультироваться, как правильно инвестировать в фондовый рынок. А это святое, это наше все. Да, это наше все, с этим мы живем последние два, я 20 лет, вы больше. Дорогие друзья, о том, каким образом компании привлекать средства на свое развитие, мы поговорим чуть позже, а также оставайтесь с нами для того, чтобы узнать, как зарабатывать больше на свои накопленные капиталы. Мегаполис 89,5 FM представляет. Авторская программа Екатерины Андреевой. Секреты инвестиций. Налоги, инвестиции, фондовые рынки, финансовые риски и личные сбережения. Все о том, как сохранить и приумножить ваши деньги. С вами снова секреты инвестиций на радио Мегаполис. Меня зовут Екатерина Андреева. Я разговариваю с Евгением Коганом о том, каким образом заставить ваши деньги работать. И сейчас мы повернем разговор достаточно в необычном для вас, возможно, русле. И мы поговорим о том, а зачем компаниям, собственно, нужно выходить на фондовый рынок. Ну, смотрите, для компании это достаточно серьезно. Для кого-то это привлечение акционерного капитала. То есть сделали IPO там или SPO и привлекли деньги. IPO давайте расшифровать. Initial Public Offering, иначе говоря, публичное предложение своих акций. Первичное, да. Первичное размещение своих акций. SPO это вторичное. Секундри. Так вот, смотрите, в последнее время, конечно, с этим стало туговато. А вот разместить свои облигации на рынке у нас вполне даже можно. То есть мы говорим о том, что есть варианты. Не просто можно пойти в банк и там бесконечно просить кредит. Когда у вас уже достаточно большая закредитованность от банка, вы вполне можете уже начинать думать о том, они сделают ли вам облигационный выпуск. Да, абсолютно верно. Единственное, есть один нюанс. Есть один нюанс очень серьезный. Все-таки компания для того, чтобы делать публичную такую оферту, то есть делать публичное предложение своих облигаций, должна быть не такой маленькой. Какой? Какой? Ну, я думаю, что объем продаж должен быть хотя бы миллиард, там, 2 миллиарда рублей. Ну, естественно, не долларов. Да, где-то примерно так. Нет, я могу и про доллары сейчас замахнуться, да, но мы говорим про выпуск российских облигаций. Ну, вообще не замахнуться ли нам у Вильяма Шекспира. Вот, но есть, вот я уже наговорил, рынок джанков. Иначе говоря, рынок таких более, что ли, рискованных. Джанк – это более рискованные облигации. Так вот, относительно небольшие компании выходят иногда на рынок. Да, они предлагают свои облигации, свои бумажки задорого. То есть с очень высокой доходностью. Инвестор понимает, что он рискует. Но бумажки интересные. И если, вы знаете, вот, например, недавно вышла компания, там, светофор. Ну, вполне хорошая компания, кстати, доходность. Да что это такое? Что за светофор? Честно, я уже не помню, но что-то они занимаются какими-то вещами. И давайте доходность, скажите сразу по этим облигациям. Насколько я помню, процентов то ли 15, то ли 16. Я не хочу врать, ну, высокая. Переводя на русский язык, это доходность в два раза примерно выше, чем доходность по депозиту в Государственном банке в руках. Абсолютно. Именно так. Ну, и риски, соответственно, больше. И сегодня таких бумаг, таких компаний достаточно много. Это относительно небольшие, но устойчивые компании. Вот недавно лизинговая одна компания выпустила свои облигации. Тоже, по-моему, доходность процентов 14 годовых. То есть, смотрите, инвестор понимает. Они могут прокредитоваться дешевле, эти компании, у населения, условно говоря, у инвесторов, чем они бы получили кредит в банке. Для чего им это нужно? Да, совершенно верно. Они могут либо дешевле, либо чем кредит в банке. Есть второй момент. Большинство банков, к сожалению, эти компании не в состоянии прокредитовать. Либо из-за того, что есть нормативы центрального банка достаточно жесткие. Да, вот я уже об этом сказала, да, что компания уже набрала кредитов достаточно, и она не может больше обратиться в банк за очередным кредитом. Поэтому она приходит на публичный рынок, говорит, ребята, я классный, я хороший, у меня все будет здорово, trust me, верьте мне, дайте мне денег, и вот вам мои облигации. Ну, кто поверил, покупают. Чаще всего платят, но иногда всякое бывает, знаете. Всякое бывает. Поэтому нашим инвесторам необходимо консультироваться с финансовыми консультантами. Об этом мы поговорим позднее. Нашим компаниям необходимо внимательно посмотреть на те рынки капитала, которые, возможно, используют для привлечения финансирования. Также о том, каким образом глобальные макроэкономические тенденции влияют на ваши деньги и доходы, мы поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Секреты инвестиций с Екатериной Андреевой на Мегаполис.фм С вами снова программа «Секреты инвестиций» с Екатериной Андреевой. У меня в гостях Евгений Коган, и мы разговариваем про инвестиции. Евгений, какие глобальные факторы макроэкономические в этом году, сейчас, сегодня, завтра будут влиять на наши кровные денежки, на наши инвестиции на фондовом рынке? Ну, если говорить про глобальные факторы, то прежде всего это уровень процентной ставки и уровень ликвидности, который задает уже ФРС. Давайте переведем, что такое процентная ставка. То есть процентная ставка – это тот процент, под который Центральный банк выдает денежку всем остальным участникам экономической системы. Да, и поскольку мы находимся в глобальном мире, то для нас очень важно, под какую ставку дает ФРС, Федеральная резервная система, деньги до США, потому что это рынок номер один. И как бы нам не хотелось уйти от гегемонии доллара, к сожалению, не получается. Слушайте, больше половины торгового платежного баланса, я тут недавно смотрела, мирового, мирового в долларах. Куда мы от него уйдем? Никуда. Пока большинство инвестиционных инструментов в долларах мы можем только мечтать. Вкладывать, к сожалению, пока в другое просто не во что. Инструменты в евро низколиквидные и низкодоходные. Ну, и остальное примерно то же самое. Теперь процентные ставки и уровень ликвидности, как я сказал. ФРС сжимает баланс свой, соответственно, сокращает ликвидность, и это очень серьезно, это влияет на рынки. В последнее время глава ФРС немножечко дал, скажем так, хорошие надежды, надежды на то, что он будет более аккуратно снижать процентные ставки и менее агрессивно сокращать ликвидность. Вот у нас рынки и в январе все и радовались. Как дети попрыгали. Как мы, соответственно. Ну, естественно. Это первое. Второе. Очень серьезный фактор – это Китай и вообще торговые войны. Прежде всего, Америка, Китай. Американцы решили показать то в доме хозяин, ну и, соответственно, поджали, так сказать, китайцам хвост. Идут очень серьезные переговоры. От исхода этих переговоров многое зависит. Я думаю, что, конечно, договорятся, но через тернии звезды. Нервы потреплят, да? Обязательно. Старик Трамп покажет всем Кузькину мать, а китайцы, они ребята тоже непростые. Это второй фактор, тоже очень серьезный. Наконец, очень серьезный вопрос – это геополитика. Сегодня, как вы знаете, у нас на очереди Венесуэла. И, соответственно, и здесь американцы хотят показать всем Кузькину мать. И Венесуэла на наши деньги будет влиять. Еще как. Еще как. И более того, есть еще такая штука, как санкции. Американцы используют эти санкции как для своих политических целей, так и, давайте говорить откровенно, экономических. Они вводят санкции на Северный поток и на все, что угодно. Да, да, абсолютно. И пытаются отжимать в данном случае здесь свои интересы, выдавливая остальных игроков с рынка нефти, с рынка газа. Давайте говорить честно. Американцы сегодня крупнейший в мире производитель нефти. И скоро, буквально через два года, будут крупнейшие экспортеры. Значит, куда-то остальных надо выдавливать. Какие варианты? Либо экономическими методами, либо убеждать, как саудитов. Ну, скажем так, у них много аргументов для саудитов. Вокруг саудитов же много врагов. Надо помогать саудитам, но не просто так. С Россией все посложнее. Россия как-то сама может разобраться с этим. Но на это есть шикарный инструмент, в частности, санкции против российских компаний и так далее. Так что американцы будут делать все, чтобы отжимать Россию с разных рынков, в том числе, кстати, рынков оружия. Тоже? Так, мы уже дошли до оружия. И для того, чтобы не пугать вас окончательно, мы расскажем вам, что делать вам конкретно с вашими деньгами на российском фондовом рынке немного позже. Не переключайтесь, все будет хорошо. С вами снова секрет инвестиций на Мегаполис ФМ. Меня зовут Екатерина Андреева. Я говорю с Евгением Коганом, президентом инвестиционной группы «Московские партнеры», о том, как нам, российским гражданам, зарабатывать на фондовом рынке. Чуть ранее мы обсудили, какие глобальные макроэкономические факторы будут влиять на наши доходы в этом году. А сейчас у меня к вам, Евгений, самый главный вопрос. Что люди, которые не должны и не хотят, и нет у них времени разбираться во всех тех сложностях, о которых вы нам уже рассказали, как им быть, как им жить и куда им обращаться со своими накоплениями? Ну, первое, быть им нормально, жить им хорошо. Долго и счастливо. Долго и счастливо, а иначе зачем жить? Коротко и плохо, это не надо, это не для нас. Вот, а теперь что делать? Ну, смотрите, в конце концов, вот я занимаюсь вот этим безобразием лет 25. Так, безобразием, хорошие вещи вы не называйте, пожалуйста. Хорошо, я занимаюсь этим богоугодным промыслом довольно долго. Богоугодным промыслом, добычей денег. Добычей денег для себя и своих клиентов. Так вот, ко мне приходит достаточно много людей, и я делаю простую вещь, я с ними подписываю соглашение о доверительном управлении. Ну, у вас лицензии есть, соответственно, у Банка России, это я проверила, я знаю, это я так говорю просто, чтобы, да, все хорошо. Так, я, между прочим, вам регулятор, поэтому я в курсе, что, да, 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 вы можете сидеть более расслабленно, это у нас сегодня не тот формат. Да, ну, короче говоря, к нам приходят действительно люди, и мы подписываем с ними соглашение о доверительном управлении. Это вполне нормальная цивилизованная форма работы. Деньги клиентов защищены, потому что им открывается индивидуальный счет. Отдельно от всех остальных денег. Отдельный счет от денег брокера. То есть они застрахованы полностью от проблем, которые могут быть у любого брокера. Это касается не только меня, естественно. От смешения, от смешения активов. Обязательно, то есть нельзя ни в коем случае здесь смешивать, и это невозможно. Вот, и мы делаем какие-то либо консервативные стратегии, либо спекулятивные, но, еще раз говорю, на нашем любимом рынке я предпочитаю работать исключительно долговых инструментов, благо их очень много. Они достаточно консервативны, в то же время доходность больше, чем банковские депозиты, без печи. Да, и вы знаете, еще один очень важный момент, это ликвидные деньги. Вот в чем прелесть, сегодня человек пришел, через три месяца он прибегает, слушай, я все понимаю, квартиру покупаю. На, пожалуйста, нет никаких проблем, делаем пересчет. Нет такой ситуации, как в банке, вот тебе депозит на год, извини, красавец, сделай, что хочешь. Нет, деньги ликвидные, сегодня продали, через три дня по регламенту получили. Все, украсть эти деньги, заложить эти деньги, эти ценные бумаги невозможно. Поэтому человек застрахован. Это застрахованный человек от кражи ваших, условно говоря, своих денег, да, от кражи застрахованный, он фактически передает вам право принятия решений, и всю вашу экспертизу может использовать в полном объеме, не тратя время на изучение всех этих сложных графиков, новостей. Смотрите, давайте так, вот человеку нормальному все равно, Урал Кали, там, или это Норильский Никель, там, мне не важно, акции, облигации, ему нужно получить какую-то вменяемую, понятную доходность. Заранее оговоренной с вами. Ну, вы знаете, если я работаю на доверительном управлении, я могу сказать, что мы ожидаем, но я не имею права ни по закону, кстати, ни по совести ему что-то гарантировать, кроме того, что мы сделаем максимум. Есть какие-то таргеты, то есть цели. Ну, я стараюсь в меру своей, так сказать, испорченности. В меру своего профессионализма, да. И я понимаю прекрасно, что если, например, я в рублях сделаю клиенту процентов 10, это будет здорово. 11, я буду сам счастлив. 12, я станцую джигу. Будете счастлив. Вы станцуете джигу вместе с клиентом. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Чуть позже мы обсудим те изменения в законодательстве, которые вам необходимо знать, чтобы грамотно распоряжаться своими деньгами с участием инвестиционных и финансовых консультантов. Вы слушаете радио Мегаполис. Мы говорим про инвестиции и про ваши деньги. В гостях у меня Евгений Коган, президент инвестиционной группы «Московские партнеры». Евгений, давайте немножко вернемся в ваше далекое-далекое прошлое. В 90-м году вы работали в Объединенном банке Израиля в качестве инвестиционного советника. Что вы думаете по поводу нового законодательства, которое появилось в конце года на российском рынке, об инвестиционных советниках? Ну, первое. В самом законодательстве то, что оно появилось, и то, что у нас возникает инвестиционный советник, плохого ничего нет. Понимаете, дело в том, что приходят люди... Давайте расскажем про хорошее сразу. Нет, про хорошее замечательно. Приходят люди, которые мало что понимают в этом. Они могут быть профессионалами в химии, физике, компьютерщиками, математике. Но они ничего не понимают в этом, и главное, они не понимают в рисках. И вы знаете, сегодня вот мне позвонила одна компания, мне позвонила одна компания, говорит, слушайте, дайте нам денег, мы тут работаем, 7% в месяц делаем, обалденно. А в день еще делают 7%? Я записал этот разговор, да, да, я просто был в шоке. Я еще изобразил все эти вот и говорю, что вы говорите, как интересно, а как же вы это делаете? Да, вы знаете, у нас такие умные аналитики. Ну, короче, чушь полную несли. И в чем очень серьезная проблема? Люди не до конца понимают рисков. И вот задача нормального, правильного инвестиционного консультанта, это я еще помню, ну, я не с 90-го, 91-го года, был старшим советником в 92-м году этого банка по инвестициям. Вот, приходили серьезные люди и говорили, вот что мне делать? Я говорю, давайте разберемся в рисках. Вот, где ваши риски? И прежде всего, моя задача не навредить. Даже более того, остановить человека, сделать глупость. Потому что потерять деньги очень просто, заработать тяжело. Вы знаете, вот в голову прямо идет сразу аналогия про пластических хирургов, да, то есть главная задача не навреди. Да, абсолютно. То есть нужно, сделайте мне красиво, да, но не навредите ни в коем случае. Ой, вы таки сделаете мне красиво. Ой, да, сделаете мне красиво. То есть мы говорим о том, что, в общем, это законодательство приносит в первую очередь защиту для инвестора. Да, ну, а дальше уже начинаются наши российские приколы. Хотели как лучше, получили, скажем так, законодательство, которое надо еще, конечно, доработать. Но, Катюш, насколько я знаю, как раз вы на острие. Будем дорабатывать, да, я, собственно, этим занимаюсь. Не, все нормально. Я считаю, что это правильное законодательство. Это правильная была идея. Скажем так, там много нюансов, которые я не очень в восторге от них. Их надо будет доработать. Но, слушайте, в конце концов, любые вещи, они никогда не бывают просто так. Они сырые. Мы для этого с вами и работаем вместе. Давайте уже все наши... Потом, извините, к этому делу приложили руки наши депутаты, которые понимают в финансовых рынках примерно как я в коневодстве. Вот, ну, давайте говорить откровенно. Мы тут коневодство много обсуждали за пределами... И в животноводстве тоже. Так вот, ребята приложили руки, пытаясь, так сказать, что-то сделать. А по рукам надо было бить. Но бог с ними. Еще раз говорю, я считаю, что закон будет в том числе с вашей помощью доработан. И я считаю, что в целом идея очень разумная. И главное, защитить действительно инвестора от рисков. Ну, а дальше уже нюанс. А дальше посмотрим, как будет. Мы надеемся, что все будет хорошо. С вами были Екатерина Андреева и Евгений Коган. Вы слушали программу «Секрет инвестиций». Мы желаем вам счастья, здоровья и удачных вложений в ваших кровно заработанных денег. Да уж, это обязательно. Секреты инвестиций. С Екатериной Андреевой на Мегаполисов.